Девушки отдыхают Как американский президент прокомментировал возможную отмену антироссийских санкций Мусорные гектары, где нашли землю под перерабатывающий завод для львовских отходов И как на это реагируют местные жители Загадочная смерть в тюремной камере В Одесском сезоне один повешенным задержанный Дмитрий Погорелов Тот самый, который в канун Нового года устроил настоящую резню в Аведиополе Свел ли подозреваемые счеты с жизнью самостоятельно Или им помогли это сделать Версии слышали наши корреспонденты До сих пор остается загадкой Почему 29 декабря 30-летний Дмитрий Погорелов Пришел в дом к своему бывшему хозяину Где он работал водителем Убил его жену, двухлетнюю дочь Обезглавил их тела и поджег здание На допросе задержанный заявил Таким образом мстил За что в полиции детали не сообщают Мол, тайна следствия Соседи Погорелова в Аведиополе тоже теряются в догадках Мы никогда на него не подумали плохого Спокойный, хороший Семья есть, жена есть, ребенок есть И вот сегодня на рассвете Дмитрия Погорелова нашли мертвым В одиночной камере в Одесском СИЗО В прокуратуре говорят, он повесился Открыто уголовное производство по статьям самоубийства И доведение до самоубийства Ведеопольский журналист Роман Вершанидзе уверен Погорелова убрали На суде в его показаниях мог всплыть компромат на семью, которую он мстил И на родственников убитых, среди которых влиятельный одесский налоговик Речь о противоправных действиях и коррупции Из наших собственных источников известно, что семья, которая мстил Погорелов Якобы вымогала у него долг А глава семьи в качестве меры давления на мужчину Якобы даже прибегал к сексуальному насилию Это пока не подтвержденная информация В следственном изоляторе, говорят, проведут служебное расследование Но, отмечают, Погорелов в последние дни был склонен к суициду Общались психологи, да У него было такое движение к раскаиванию Потому что действительно человек осознавал, что он на самом деле совершил Что касается расследования двойного убийства То оно, несмотря на смерть подозреваемого, будет продолжено Говорят в прокуратуре Пока же неизвестно, успел ли Погорелов рассказать о мотивах своих действий следователям Ирина Романова, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин Подробности телеканал Интер Одесса Покушение на нардепа Представитель фракции БПП Игорь Кананенко отравлен ртутью Такую новость накануне вечером опубликовала одно из интернет-изданий Как утверждает автор материала Сейчас депутат проходит лечение, чтобы устранить последствия Отравления, обнаруженного у него незадолго до Нового года Анализы показали, говорится в статье Что содержание ртути в крови политика превышено в 50 раз Сам Кананенко свое отравление пока не комментирует А по словам источников, этот факт не передавал огласке Ранее, чтобы избежать политических инсинуаций В Генпрокуратуру, как сообщили в пресс-службе ведомства Официальных обращений по этому поводу пока не поступало Но если будут, пообещали открыть уголовное производство Информацию об отравлении Кананенко подтвердил накануне вечером В эфире Черного Зеркала и его коллега по фракции Алексей Гончаренко К сожалению, действительно имеет место факт отравления нашего коллеги Где, чем, подробности какие-то Ртутью, подробностей каких-то нет на сегодняшний день особенных Игорь не эту информацию не выносил, не делал ее публичной Чтобы не было вокруг этого сенсации манипуляции Но это уже несколько недель назад произошло А где он сейчас находится? Слава Богу, он человек сильный, с ним все будет в порядке Он работает активно и в партии, и в парламенте После сильного отравления Ртутью? Но, безусловно, он проходит медицинские процедуры Мы ожидаем официальной реакции от правоохранительных органов Намерены ли они расследовать отравление народного депутата И назовут ли тех, кто за этим стоит Нет официальной реакции от полиции по делу о сегодняшнем обстреле дома бывшего начальника закарпатской милиции Злоумышленники из гранатомета выстрелили по крыше здания Все подробности у Марины Коваль Ужгород, 9 часов вечера Горит дом бывшего начальника закарпатской милиции Василия Варцабы Особняк обстреляли из ручного противотанкового гранатомета Попали в крышу, которая сразу же загорелась Пожар тушили около трех часов Никто не пострадал Но огонь почти полностью уничтожил мансардный этаж Там находились жилые комнаты Два потужных выбуха таких А потом я в окно подивился, горит дах у сусида Мне казалось, что это выбухнул где-то газ Потому что таких потужных два Бух, бух Ну, почти 5-6 секунд Между ними было Они были дома, обе два И Вера, и Вася В этом трехэтажном особняке Василий Варцабы живет вместе с супругой Дети, двое сыновей, живут отдельно Старший, директор издательства Закарпатии Младший, сотрудник таможенного по статисту на границе с Венгрией Сегодня сыновья здесь Помогают навести порядок после пожара Кто мог обстрелять дом отца и почему? Делиться предположениями со съемочной группой подробностей не хотят Василий Варцаба дважды возглавлял закарпатскую милицию Причем на обе его каденции приходились революции После оранжевой подчиненные выразили ему недоверие Он был подозреваемым по нескольким уголовным делам В том числе и по делу о фальсификации выборов президента в 2004 году Подался в бега, был в международном розыске Несколько лет жил за границей Вернулся в Украину, когда президентом стал Янукович в 2010-м Возглавил милицию в Ивано-Франковске Спустя два года снова закарпатскую Во время революции и достоинства Закарпатские милиционеры во главе с Василием Варцабой Стали на сторону народа После Евромайдана в феврале 2014-м Был уволен главой МВД Арсеном Аваковым И ушел на пенсию В 2015-м безуспешно баллотировался в депутаты облсовета С того времени в активной политической Или общественной деятельности не замечен Таким, чтобы сегодня чем-то занимался, нет Но я думаю, что то и отголоски минувших днев В прошлый день Но он себя достойно ввел Насколько я в курсе справы Когда были события на Майдане Он вышуковал подраздел Показал все свои посвящения Что они тут на месте Что никого он в Киев не направлял Не отпускал Дали присягу на верность народу Украины Полиции версии произошедшего пока не озвучивают На данный час полиции Закарпатской области Вживаются все возможные заходы Для раскрытия данного злочина Для затримания винных Ускорение данного злочина По факту умышленного повреждения И уничтожения имущества Открыли уголовные производства Марина Коваль, Юрий Ковалев Подробности телеканал Интер Ужгород А в зоне АТО После ночи обстрелов И ствольной артиллерии Активность боевиков снизилась Штаб зафиксировал 23 обстрела В основном наемники били Из минометов по Красногоровке Авдеевке и Троицкому За последний месяц В селе Новолуганское Полиция задержала троих бывших боевиков Какие угрозы до сих пор Скрывают в себе так называемые Серые зоны В сюжете Ирины Баглай Не на камеру мужчина объясняет В Крымское попал еще в 2014 году Был пациентом местного тут-диспансера После освобождения села от боевиков Остался здесь А в кадр попадать опасается Ведь его дом в оккупированном боевиками городе Потому что я потусторонний Моя прописка в Кировке Где симпатики боевиков А где противники В населенных пунктах Которые были оккупированы Разобраться сложно В селах Серой зоны Люди утверждают Военных нет Но и боевики не заходят Того ополченца здесь не видел А вы как сами относите К Катериновка? Это к Украине? К КДНР? К Украине, да К Украине относимся Но гибнут-то люди с обеих сторон В Новолуганском Которая еще месяц назад Находилась в Серой зоне Сельские голова тоже утверждают Боевиков не видели с 2014 года Константин Саркисов признает Референдум сепаратистам провести удалось Но он как представитель власти К этому отношения не имеет Хотя местные издания говорят об обратном Ссылаясь на жителей Его подозревают в пособничестве И помощи в организации голосования Они были там перед ДК Перед Домом культуры И на улице И они везде были Но тогда было такое время Что кто им что мог сказать Когда люди с оружием приходят По словам боевиков не было Но их тайник На окраине села полиция нашла Там были противотанковые мины Гранаты Это все было в большом количестве В полиэтиленовых мешках Ну оно понятно было уже притрушено Ну конечно это говорит о том Что вероятно здесь были Незаконное вооруженное формирование И для чего-то же это все ложили Местные жители к приходу украинских силовиков Относятся положительно Идут на контакт Обращаются к патрулям Даже с бытовыми проблемами Видите на работе все еще Здесь Здесь должно быть дом Машина не стоит красная? Красная нет Ночнее нету Здесь Кто-то дома будет За этот месяц полиции удалось выявить И задержать в Новолуганском Троих боевиков Они вернулись домой ранее Разочаровавшись в обещанном сепаратистами В зоне особого внимания полицейских Теперь и окраины села Много горловских Нам можно поуезжать? С этой окраины хорошо просматривается Линия фронта на Светлодарской дуге На другом берегу водохранилища Виднеется уже горловка И каждый из этих домов Может быть укрытием для лазутчиков Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей Из Донецкой области Подробности телеканал Интер Полиц заключенного украинца Николая Карпюка Перевезли во Владимирский Централ Об этом на своей странице сообщил его адвокат Илья Новиков О местонахождении незаконно осужденного в России Карпюка ничего не знали с 10 января И вот по словам адвоката Сейчас он находится на карантине В тюрьме города Владимира Самочувствие заключенного в норме Карпюку допустили украинского консула Я напомню, 26 октября Верховный суд России Признал законным приговор Николаю Карпюку Которому дали 22,5 года тюрьмы И Станиславу Клыху Которого осудили на 20 За якобы участие в боевых действиях В действиях против России В первой чеченской войне Своей вины украинцы не признают И настаивают, что их задержали не законно А показания выбили под пытками Говорить о подмене санкций против России Можно только после выполнения Минских соглашений Об этом заявил министр Иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Париже В ходе встречи со своим французским коллегой Это его первый официальный визит В качестве главы Внешнеполитического ведомства страны В должность Габриэль вступил вчера И сразу же отправился в Париж Где заявил, что и Франция, и Германия Должны иметь единую позицию В вопросе санкций против России Германия и Франция Занимают четкую позицию в вопросе санкций Мы настаиваем на реализации Минских соглашений Это единственный путь, когда санкции Могут быть отменены С позиции Германии и Франции В вопросе антироссийских санкций Солидарная и Великобритания Премьер-министр Тереза Мэй На встрече с президентом США Дональдом Трампом Заявила, что обсуждать их отмену Можно только после выполнения Минских соглашений О чем еще говорили лидеры в Вашингтоне Все подробности далее в сюжете Встреча уникальных в своем роде политиков В прошлом эксцентричный бизнесмен Теперь президент США И первый премьер-министр Великобритании Из числа евроскептиков Международные переговоры Дональда Трампа и Терезы Мэй Прошли в Вашингтоне Несмотря на предвыборную риторику Сделанные заявления едва ли идут в разрез С прежним внешнеполитическим курсом Запада Мы уже неоднократно Четко заявляли Хотим видеть выполнение Минских соглашений Пока этого не будет Санкции должны оставаться в силе О возможном снятии санкций Трамп говорил еще до того Как занял кресло в овальном кабинете Неоднозначно политик успел Даже высказаться и по вопросу Аннексированного Крыма Но сегодня о скором снятии Финансовых ограничений для Москвы 45-й президент США Не сказал ни слова Посмотрим, как будет дальше по поводу санкций Пока преждевременно говорить об их отмене Мы бы хотели конструктивно выстроить Свои отношения со многими странами Но, возможно, это не выйдет Такие слова сказаны в преддверии Телефонного разговора с президентом России Путиным Беседа запланирована на сегодня Тем временем, будущие санкции Обсудили и в Конгрессе США Я думаю, Обама слишком поздно ввел санкции Они должны оставаться в силе Куда решительнее администрация Дональда Трампа Взялась за реализацию других предвыборных обещаний Решение о полном отказе принимать сирийских беженцев В Вашингтоне уже принято Эту новость восприняли неоднозначно Как в самих штатах, так и во всем мире В нескольких американских городах Накануне прошли массовые акции протеста И вот сегодня стало известно Что 12 нобелевских лауреатов Подписали петицию против указа Трампа о мигрантах Документ запрещает въезд в страну Жителям семи мусульманских стран И приостанавливает программу предоставления убежища Выдающиеся ученые считают Что такие ограничения негативно скажутся На американской науке В США учатся и работают иностранцы Некоторые из них проживают на территории страны С семьями, которые придется разлучить Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер В эти минуты Дональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Твиттере Что именно обсуждают лидеры, пока неизвестно Ранее президент США провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель Разговор длился 45 минут В американской Калифорнии Стартовала официальная кампания По отделению от ШАМ Сторонники идеи назвали ее Калэкзит В поддержку референдума им надо За 180 дней собрать подписи Как минимум 8% населения штата Это почти 585,5 тысяч человек Если это удастся В ноябре 2018 года Калифорнийцы смогут проголосовать За отмену двух положений Конституции Страны о том, что штат является неотъемлемой частью США И уже после этого вопроса о выходе Калифорнии Можно будет вынести на референдум Который может состояться весной 2019 года Инициатором Калэкзита выступил Маркус Руис Эванс Он заявил, что Калифорния проигрывает В финансовом и культурном плане в составе США И организовал сбор подписей и петиции о референдуме Израильская полиция продолжает Расследование двух уголовных дел Против премьер-министра Бенниамина Нетаньягу Главу правительства обвиняют В получении дорогих подарков И попытках давления на прессу Сам Нетаньягу считает Все эти обвинения абсурдными Но тем не менее вынужден отвечать На допросы следователей Все подробности у Сергея Ослейдера Третий допрос Бенниамина Нетаньягу Традиционно проходил в резиденции премьера На улице Бальфур в Иерусалиме Сотрудники управления По расследованию особо важных дел Расспрашивали самого высокопоставленного Чиновника государства О его связях с бизнесменами От которых он, по данным следствия Получал весьма ценные подарки А именно дорогие сигары И элитные сорта алкоголя По закону премьер должен был Все эти вещи либо сдать Либо заплатить налог с их стоимости Сам Нетаньягу оправдывается Мол, что тут такого Ну, угостил его друг Хороший сигарой Или бутылочкой виски Ничего страшного Но вот по данным полиции Что, собственно, и привлекло внимание Правоохранительных органов Стоимость этих подарков составила Около 200 тысяч долларов Хотя общественность сейчас волнует Совершенно другое дело Связанное с главой кабинета министров А именно его попытки давления на прессу В этом расследовании Есть не только уголовный Но и общественный аспект Он связан со свободой прессы С ее порядочностью С тем, что вместо проверенных фактов Мы можем получать искаженную информацию И что прессой можно манипулировать Из записей телефонных переговоров Нетаньягу и хозяина газеты Идиот охранот Следует, что Нетаньягу Просил газетного магната Смягчить критику в свой адрес А взамен пообещал Помочь снизить тиражи Его основного конкурента Газеты «Израиль сегодня» «Исраэль аем» Расшифровки эти попали в прессу Разразился скандал А полиция начала расследование Попытка давления на прессу В Израиле Это уголовное преступление Оппозиция вообще требует от премьер-министра Чтобы он ушел в отставку Собственно, по закону Он так и должен сделать Но только после того Как ему официально предъявят Обвинительное заключение Пока полиция лишь проверяет подозрения Сергей Услендер Подробности Ближневосточное бюро Телеканала «Интер» Коррупционные скандалы Не утихают и в Украине Дело о растрате 600 миллионов гривен Негосударственного пенсионного фонда Насбанка Рассмотрит Голосеевский райсуд Киева Об этом сегодня сообщили в Службе безопасности Украины Обвинительное заключение в суд уже направили Я напомню В 2013-2014 годах Бывшее руководство фонда Реализовало преступную схему Передавало деньги на счета коммерческих структур Затем направляло их на покупку фиктивных ценных бумаг В результате этой аферы Пострадали 10 тысяч участников Негосударственной пенсионной программы Сейчас подозреваемая Это бывший директор фонда И два его зама на свободе В конце прошлого года суд выпустил их под залог В 2 миллиона гривен И личное обязательство Все экономические преступления против государства Будет расследовать финансовая полиция Об этом в эфире одного из каналов Сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк Но когда именно силовые структуры Передадут эту функцию новому органу Который будет подчиняться Минфину Еще неизвестно Верховная Рада только приняла соответствующие законы И процедура создания финполиции Еще не началась И еще одно сообщение от СБУ Сотрудники службы разоблачили Львовских дельцов Которые готовили к незаконной продаже Комплекс мониторинга спутниковой связи Комплекс бизнесмена собрали сами Используя последние разработки Научно-исследовательских институтов Служил он для перехвата данных Которые передаются через спутниковые каналы связи Товар предприниматели планировали продать за границу Под видом продукции Которая не считается спецтехникой Предназначена для негласного получения информации Во время обыска в офисе фирмы Также изъяли документацию Которая подтверждала намерение Нелегально реализовать спутниковое оборудование И тем временем во Львове Новый виток мусорного скандала Только руководству области удалось найти место Для строительства перерабатывающего комплекса Как взбунтовались местные жители Говорят, шокированы новостью И намерены созвать вечи И напомню, участок обл. госадминистрация Нашла только после вмешательства в ситуацию президента и премьера Ведь из Львова мусор не вывозился с нового года Моя коллега Галина Якушко Отправилась на место, где будет построен Мусороперерабатывающий комплекс И готова рассказать, что увидела и услышала Яворевский район Львовской области Это территория бывшего горно-химического предприятия Сирка Более 200 гектаров земли Земля, по мнению экологов, загрязнена остатками серы Которую здесь добывали Для выращивания сельхозкультур непригодно А вот для постройки мусороперерабатывающего комплекса Можно использовать 12 гектаров этой территории накануне пообещали Выделить Львову под полигон для отходов И строительство мусороперерабатывающего комплекса Расстояние до ближайших домов Около трех километров Рядом два села Новый Яр и лес И огромное озеро Разрешить построить здесь мусороперерабатывающий комплекс местных жителей просили уже не раз Те категорически против И в то, что земля здесь непригодна к использованию Не верят С момента пожара на Грибовицкой свалке, из-за которого и произошел мусорный коллапс, ни одна из инициатив львовской власти не нашла поддержки Не работает даже единственная в области прессовочная линия для отходов Там мусор планировали сжимать небольшие брикеты, чтобы уменьшить его объем Станки установили на территории бывшего завода Сельмаш в микрорайоне Ресное во Львове Работы заблокировали активисты и даже установили блокпост Жители Львова рады, что из города наконец начали вывозить мусор, хотя возмущение людей в Яварове разделяют Быть ли перерабатывающему заводу на выделенной территории жители Яварова будут решать в понедельник С самого утра возле сирки созывают общественные вечи Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер, Львовская область Скандал, связанный с семьей градоначальника, разгорелся в райцентре Христиновка, Черкасской области Несколько недель назад в местном кафе компания, в которой был брат мэра, зверски избила девушку Это зафиксировали камеры наблюдения Дело пытались замять, но шокирующие кадры попали в интернет Станислав Кухарчук расскажет подробнее На этом видео с камер наблюдения Христиновского кафе Ничего необычного гуляет местная компания Вот только позже молодчики начинают избивать девушку Падая, Ирина ударяется головой об угол дивана Теряет сознание, но истязания на этом не прекращаются Спустя две недели после случившегося девушка все еще в состоянии шока Общается со съемочной группой подробностей по телефону В кафе Ирина пришла с подругой На этих кадрах видно, как та пытается оградить ее от агрессивных мужчин Персонал заведений вовсе с ними не пререкается Компания непростая, главный в ней брат мэра Христиновки Василий Наконечный А это другой день, когда Наконечный пугал, что всех постреляют Когда зяка за волосы тягала Это мэр сам приехал, пугая, чтобы видео не показывали Работники кафе говорят, посиделки Наконечного с друзьями Всегда заканчиваются подобным образом Так называемое могущество брата градоначальника ощутил и наряд полиции Уже в присутствии мэра Василий Наконечный Толкает одного полицейского, затем принимается за второго Такие угрозы от родственников мэра полицейский Сергей Шумко получает регулярно В отместку за заявление на мэра Уже в отделении тот набросился на него с кулаками О случившемся в 10-ти тысячной Христиновке мало кто говорит И неудивительно, семья Наконечных бессменно управляет райцентром уже 11-й год подряд Приемный градоначальника на видном месте фото покойного отца Он дважды избирался мэром, а после смерти кресла занял сын Сам мар охотнее говорит, что сделал для города, чем о недавнем инциденте Мол, это политическая провокация Оригиналы видео с камер наблюдения уже у полиции По факту избиения Ирины, нападения на полицейского Там открыли три уголовных производства В объективности расследования потерпевшие сомневаются Уже дважды находившегося под следствием затяжки преступления Василия Наконечного суд недавно отпустил из СИЗО на поруки жены Станислав Кухачук, Павел Тимошенко Подробности, телеканал Интер, Черкасская область В Луцке окопам пришлось применить оружие во время задержания грабителей банка Сегодня около пяти часов утра двое злоумышленников пытались проникнуть в банк Полицейским на пульт пришел сигнал о взломе Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленники открыли огонь Завязалась перестрелка, оба грабителя госпитализированы с ранениями Сотрудники полиции не пострадали Налетчиками оказались 19 и 22-летние жители Луцкого района Они успели только вскрыть банкомат За разбой горе-грабителям грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества Зачем ученые скрестили человека и свинью? Почему британских журналистов не пустили в Белый дом И как иллюзионист стал разведчиком? Смотрите в нашем обзоре Шпион под прикрытием, эксцентричный маг и иллюзионист Ури Геллер Признался, что работал на американскую разведку Разъезжал по миру с выступлениями, параллельно выполняя сверхсекретные задания В ЦРУ паранормальные способности Геллера подтвердили в ходе экспериментов еще в 73-м Правда, какие задачи поручали магу в секретной службе, не говорят Ученые скрестили человека и свинью Такой гибридный эмбрион создали впервые в истории В зародыш свиньи на ранней стадии развития ввели стволовые клетки человека Эмбриону позволили развиваться лишь 28 дней Чтобы не провоцировать этические споры по поводу животных химер Теперь ученые надеются, что могут выращивать органы для пересадки Не несущие риск отторжения из собственных клеток больного Бактериофобам посвящается В Японии создали смартфон, который можно помыть горячей водой с мылом Гаджет предназначен для тех, кто боится вредоносных бактерий Ну и для тех, кто интересуется необычными новинками С телефоном можно не расставаться в пенной ванне Смело пользоваться при мытье посуды Но вот в стиралку с грязным бельем бросать его пока не советуют В продажу новинка поступит уже через несколько дней Выжившие чудом в Нью-Йорке камеры видеонаблюдения Сняли момент шокирующего ДТП Пикап на высокой скорости протаранил автобус с пассажирами На удивление никто не получил критических травм Больше всего досталось 60-летнему мужчине, который находился прямо на пути автомобиля У него перелом ноги Остальные отделались синяками и ушибами Оказалось, что водитель пикапа перепутал педали тормоза и газа Трудности перевода Британские журналисты, освещающие визит премьера в США Не смогли попасть в Белый дом Со всеми необходимыми документами и аккредитацией Корреспондентов не пустили внутрь из-за различия в форматах написания дат рождения В Великобритании последовательность, как и у нас, число, месяц, год А вот в США первым идет месяц, а потом день и год Оказывается, в пресс-службе Трампа об этих различиях не знали Наш эфир заканчивается Не пропустите завтра в 20.00 подробности недели с Алексеем Лихманом И вот коротко о чем будут говорить Короли безответственности Почему до сих пор спят спокойно главные толстосумы страны И собираются ли проверять их декларации и происхождение несметных богатств Выживший Кто на самом деле прокололся на истории с покушением на Антона Герасченко Кризис заемщиков Почему украинцы перестали погашать кредиты И что ждет тех, кто не в состоянии платить по счетам Экономия за счет жизней Кто поставил на грань выживания медицинские клиники с мировым именем И кто теперь спасет их пациентов На этом все Больше новостей на нашем сайте подробностей UA Приятного вам вечера и увидимся Субтитры подогнал «Симон»